Друзья, сегодня у нас тема самая-самая замечательная, мною любимая, про издательские обложки 18-го, первой половины 19-го века. Надо здесь признаться, что как вообще в нашем книговедении много что, тема не изучена до конца. То, что я вам буду рассказывать, это такая общая выжимка, причем по трудам где-то середины прошлого века, на минуточку, как-то наши современники не особо любят вдаваться в эти подробности, как же книга выглядела в веке 18-м, в каком виде она выходила и прочее. А почему? Дело в том, что издательские обложки, первоначально посмотрите, как они выглядели, они были совершенно пустые и даже назывались просто бумажка. Причем, как правило, до середины 18-го века они были вообще бесцветные, только потом, как правило, такие вот синенькие они были. Они не носили никакого информационного характера. Какая у них была функция? Ну, представьте себе, да, защитная, да, сохранять от пыли, от повреждений. И, конечно же, такие обладки, как их называли тогда, должны были носить временный характер. Для чего? Чтобы, попадая в руки к владельцу, эта книга отправлялась, ну, кому? К переплетчику. И переплетчик потом, особенно в последующие десятилетия, столетия, очень не взлюбил вот эти очень такие простые пока что, на первый взгляд, элементы оформления книги. И что они делали? Они их уничтожали, не сохраняли. Поэтому проблема налицо. Как описывать то и рассказывать о том, что не сохранилось? Ну, это первый такой начальный этап развития издательской обложки в России. Что было дальше? Ну, мы уже с вами говорили о том, что произошла такая, вот знаете, рывок настоящий в издательском деле в конце 18 века в России, во времена Екатерины Второй, которую я не просто постоянно благодарю за то, что она сделала для русской книги, при, так скажем, посредничестве, немаловажном, Николая Ивановича Новикова. Вот этот человек очень значимый, кстати, гонимый, как все просветители, как всегда бывало у нас на Руси. Смотрите, что он сделал. Он решает закладывать стоимость обложки в книгу. То есть он, например, предлагал покупать свои издания в обладке, в обложке, в такой вот простой, как я вам показывала, либо без нее. Конечно же, с разницей в цене. Ну, а что же было дальше? Как я сказала, где-то уже к этому периоду она становится разноцветной, синей, например, золотая, причем добавляются такие красивые, очень расписные цветные, мраморные бумаги. То есть уже несколько оформления меняется. Ну вот, смотрите, у вас тут прямо-таки раздолье для глаз. Я подготовила такое небольшое. А под ними сама книга. То есть представьте себе, как правило, небольшого, конечно, содержания. Что же дальше? Мы идем с вами уже к концу XVIII века. Первая датированная обложка, ну, как считается, скорее всего, могли быть и раньше какие-то первые попытки создания шрифтовой издательской обложки. Но все-таки считается точкой начала 1779 год. Это был журнал «Академические известия». Смотрите, здесь очень важно отметить, вот я здесь представляю вам, то есть вы должны понимать, что визательская обложка, она бывает, во-первых, верхняя и нижняя. Но если мы будем смотреть и считать эти листы, то это первая, вторая, третья, четвертая сторонки. Первая сторонка, самая главная, которую мы видим с вами, держа книгу перед собой. На ней, как правило, давали название книги. Ну, вы обратите внимание же, «Академические известия» это был журнал, поэтому там же еще был год, месяц. В общем, важная такая информация. Затем на второй страничке, то есть на ее обороте, давалось оглавление. Ну, практически всегда давалось. На третьей, то есть уже с конца, да, мы блок прошли с вами вместе. На третьей, как правило, давали роспись того, что можно еще купить в академической лавке. Ну, вот такая интересная картина, мне кажется, очень запоминающаяся. Ну, смотрите, какие были цвета обложек в то время. Синие, голубые, серые, розовые, желтые бумага. Очень редко все-таки добавлялись какие-то украшения, орнаментальные, наборные линейки. И реже всего, конечно, использовали гравюры на меди. Это было более дорого. И, конечно, в общем, не каждый издатель был готов тратить свои средства на это. Ну, вот обратите как раз вот на вот эти первые образцы конца 18 века. Как они выглядели? Вот, пожалуйста, наборная такая рамочка, виньетка в центре и задняя обложка, совершенно просто простая, повторяющая эту рамочку. Ну, и вот еще несколько таких образцов, практически идентичных, да? Ну, а сейчас, друзья, мы идем дальше. Что же мы с вами видим? Так называемые, как я их наглым образом назвала, ампирные красавицы первой четверти 19 века. И здесь мы видим уже более такие яркие, сочные цвета на обложке, оранжевая, да? И, да, миленькая рамочка традиционная. Ну, что же мы обратим ваше внимание на что? Смотрите, впервые, ну, как считается, более ранних образцов, как я понимаю, не сохранилось. И по литературе считается, что здесь впервые в этой книге Николая Брусилова «Мое путешествие» 1803 год впервые на издательскую обложку выносится что? Имя автора. Очень важный, друзья, мой момент. Помимо этого, мы знаем, что в этот период исторический разнообразие цветов, сортов бумаги, которая отдается на издательскую обложку, оно как раз-таки очень даже богато, различно. Ну, там всевозможные розовый, желтый, оранжевый, голубой, зеленый и так далее и тому подобное. Но издатели-типографы оставляют за собой право выбора и предпочитают более гладкие бумаги. Все-таки качество для них оказалось тогда важнее. Что здесь еще интересно вам показать? Смотрите, что происходит с этими ампирными красавицами дальше. Все-таки идет уже тенденция к некоторому загромождению издательских обложек. Смотрите, как они украшаются. Здесь я обращаю ваше внимание, что какие виньетки подбирались. Виньетки всегда имели некоторое символическое значение. Это, можно сказать, забытый язык, который сейчас мы с вами не считываем. Да, выходили книги иногда, когда виньетка ничего не символизировала и ничего не значила. Но мы знаем, например, какие были проблемы у Пушкина, когда он на цыгане поставил с собой кандалы, например. Или вот у меня есть любимая книжка, это конец 20-х годов 19 века, посвященная тому, как не платить долги. И вот на ней изображен котик. Все любят котиков, да? А что же котик означает? На самом деле котик означает, что здесь надо держать уховостро, перед нами пройдоха, который точно не захочет отдавать свои денюжки обратно. В общем, это язык, который, к сожалению, мы сейчас очень плохо с вами знаем, поэтому я отсылаю вас к специальной литературе, чтобы можно было погрузиться в изучение этих замечательных издательских обложек в том числе. Ну, например, язык архитектурный тоже без этих символов изучить не представляется возможным. Дальше на экране у вас просто уникальная вообще редкость. Это волшебный фонарь, замечательный, 1817 года. Он практически сам не находится в комплекте. Отдельные экземпляры, дай бог, найдутся. Но чтобы еще и знать с к обложке, поэтому я специально вам показала, смотрите, как заполняется нижняя обложка, сколько на ней текста издательского рекламного свойства. Что же дальше? Мы идем дальше по историческому пути и движемся во вторую четверть 19 века. И здесь очень интересная тенденция. Два направления оформления издательских обложек. Очень легко запомнить. Первое, как раз таки вы видите и Полонского, и Пушкина в переводе «Гребенки». Что представляли собой издательские обложки? Очень простые, так называемый упрощенный стиль оформления, когда либо название, либо название вместе с автором. Синие, желтые в основном традиционные цвета для них избирались. А вот что? На втором, так скажем, углу. Кто им противостоял, кто их визави. И здесь очень интересно. Здесь, наоборот, появляются так называемые вычурные обложки, слишком загроможденные типографскими украшениями и неравномерные по рисунку. Ну вот, смотрите, что я вам показываю. Удивительные вещи, да? Конечно, глаз теряется. Но это такое достаточно традиционное явление для того периода и очень, мне кажется, интересное. Здесь, смотрите, была еще очень распространена вот эта ажурная обложка. Я ее очень люблю и специально подобрала всевозможных цветов. Мы должны с вами знать. Это, как правило, мало кто знает, вообще не знает, потому что нужно иметь на руках эти экземпляры, чтобы понимать. А обложки внутри одного тиража могли оформляться на бумаге разных цветов. Вот как здесь, в легендарных пестрых сказках Владимира Федоровича Адоевского. Здесь и зелененькое, и синенькое, и коричневого цвета. Почему легендарный? Потому что это считается одной из первых библиофильских изданий в России. Там такой шикарный титульный лист с разноцветными буквами, то есть там и красный, и синий. Смотрите сами, ищите в интернете. Адоевские пестрые сказки. Дальше идем. Вот, смотрите, причем, например, Евгений Онегин, если я не ошибаюсь, с 1937 года, последний, который успел еще выйти практически. Вот, умирающий, когда Пушкин уже отходил в мир иной, тоже с этой ажурной обложкой. И вот, сейчас не вспомню, кто, по-моему, это какие-то басни у вас на экране. Да, и вот, обратите внимание, тоже я нашла в интернете и сохранила корешки. Корешки издательских обложек – это вообще история, которая практически не написана. Потому что это все-таки, знаете, на Западе было распространено сохранять при переплете и корешки. У нас этого практически нет. И поэтому мы очень плохо представляем себе, что же было написано на корешках этих обложек. И вот, конечно, вы сейчас можете посмотреть и лицезреть. Все для вас сделала я. Так сказать, не могла не похвалиться. И что же еще? Здесь уже, когда мы идем к середине 19 века, полным ходом идет завоевание книжного мира, книжного рынка, литографии. И здесь очень важно становятся именно литографированные обложки. И, конечно, я не могла здесь не показать вам первое издание. Вновь первое издание «Мертвых душ» Николая Васильевича Гоголя, 1842 года «Горе от ума». Потом, если я не ошибаюсь, это у меня «Гребенка» Евгений Павлович. Так вот, что здесь я должна, какой вопрос задать вам? Так, возвращаюсь. Смотрите, в центр «Мертвые души» Гоголя. Первое издание, чрезвычайно важное и ценное. Очень редко сохранялась эта издательская обложка. Я вам об этом рассказывала в нашем таком цикле. Вот лекция у нас была, посвященная Гоголю в огне, да, когда я рассказывала про пережизненное издание Гоголя. В чем ценность этой обложки, друзья? Вы помните? Давайте оставляйте комментарии под этим видео, и я приду и отвечу вам на какие-то вопросы, и еще обсудим все же, в чем же ее уникальность. Спасибо за внимание и до следующих встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok